Анатолий Павлович, держитесь, мы за тебя. Представление в Челябинском цирке начинается на грустной ноте. Артисты выражают поддержку Екатеринбургскому коллеге Анатолию Марчевскому. Новость об увольнении директора, который на манеже не один десяток лет, вызвала в профессиональной среде нешуточное возмущение. Передаем эту статью поддержки всем цирковым артистам, всем циркам, не только в России, но и за рубежом. В центре скандала Екатеринбургский цирк оказался после того, как суд пригрозил закрыть здание из-за нарушений норм пожарной безопасности. Объясняя причины беспорядка, Анатолий Марчевский заявил о равнодушии руководства Росгосцирка. Мол, он давно просил деньги на замену устаревших материалов и сигнализации, но постоянно получал отказ. Во вторник я был у генерального директора в Москве. Я опять же спросил, вы у меня забрали большие деньги, сейчас неважно, какие цифры. Я 10 раз смог сделать пожарную сигнализацию в 10-кратном размере. На что он мне ответил? Вы, ты или вы, неважно, вы не один, и я знаю, куда тратить деньги. Я говорю, ну раз вы знаете, куда тратить, вы и отвечаете. Однако теперь руководство госкомпании во всем винит директора Свердловского филиала. Просить денег одно, правильно предоставить документы, провести анализ, подготовить смету, выдать ее. Компания Росгосцирк должна ее проанализировать и выделить деньги или не выделить. Первая смета перешла в сентябре. Но когда под угрозой оказались гастроли новой программы, Росгосцирк быстро нашел деньги на неотложный ремонт здания, а заодно и нового руководителя. Я открывал Самарский цирк, который также закрывали пожарные по предписанию. Открывал это и делал в кратчайшие сроки. Но на самом деле задача стоит в том, чтобы полностью разобраться в хозяйствующей деятельности филиала. По словам нового руководства, в документации цирка уже нашлись пробелы. Сейчас этим занимается АБЭП. Но экс-директор уверен, это лишь повод его сместить. Такая схема в Росгосцирке уже обкатана. Почему с директорами такой разговор? Директора ростовского цирка уволили, вернее сократили должность директора в Ростове за те же проблемы по пожарной сигнализации. Вот это циничное руководство, которое сегодня возглавляет генеральный, это катастрофа системы. Он уничтожает систему. Пока бывший директор лежит в больнице, новый управляющий ищет в цирке минусы. Он уже заявил о пропаже двух с половиной гектаров земли и высказал недовольство запоздалым ремонтом фасада. При этом тот факт, что здание Росгосцирка ремонтируется на деньги областного бюджета, не афишируется. Анжела Брик, Надежда Кречетова, Ольга Ульянова. Главные новости Екатеринбурга.